здравствуйте дорогие друзья ремонт-контроль который я купила для камеры не работает приходится все возвращать но сегодня я во-первых должна вам сказать что я очень сожалею что у нас не удалось провести прямой эфир во вторник а я очень старалась я была готова я перезагружалась много много раз но не было connection не было связи я думаю это было связано может быть с тем что мы здесь в канаде рядом с америка и был день выборов президента сша может быть это было поэтому не знаю но вот тем не менее ничего не получилось сегодня я я кстати записала этот прямой эфир на инстаграм я пошла на инстаграм там было все в порядке я записала там для вас прямой эфир поэтому пожалуйста все что я вам рассказывала и говорила о интервальном голодании книг которую я сейчас прочла все это на моем канале инстаграм вы увидите ссылку на канал в описании к этому видео но всегда есть пожалуйста приходите прослушайте и задавайте мне ваши вопросы что сегодня я хотела с вами чем поделиться конечно время волнительное вот сегодня в соединенных штатах америки непонятно кто все-таки выиграл похоже что выиграл байден а не трамп хотя трамп еще борется он вообще такой борец всегда он никогда не сдается до самого конца посмотрим конечно чем закончится все эти суды все эти переподсчеты голосов но похоже что все-таки выиграл байден хорошо это или плохо для америки я честно говоря думаю что я дала бы второй шанс трампу потому что это было все по поводу экономии экономики а экономика важнее всего но как видите половина американцев проголосовали больше за видимость хорошего положения а соединенных штатов америки чем за реальное положение дел потому что у них не совсем все так хорошо и может быть там бы больше сделал за этот срок чем сделает байден но это их решение и им с этим жить поэтому мы с вами здесь ничего не можем поделать а это решение американцев и как они решат так они и будут жить хорошо или плохо каждый из нас так и принимает эти решения вот ну-ка вид продолжается вы знаете знаете какой сумасшедший рост во всех странах мира и как все это серьезно обстоят дела сейчас вот правительство канады тихонечко поставила на свой сайт о том что это имеет аэрозольное происхождение то есть аэрозоль это когда просто в воздухе к вид этим малек очень-очень маленькие вирусы находятся в воздухе и куда мы заходим где мы разговариваем там мы его и запросто подхватываем у меня была раньше теория о том что это распространяется ветром просто по воздуху когда я думала что ну как это откуда какой-то якутии или бурятии в каких-то селах так много людей заболело неужели вот прям везде кто-то приехал и так быстро принес этот вирус это было сомнительно очень поэтому я думала даже что какие-то просто как вихри распространяются по по миру в разные части то что это абсолютно везде будет эта теория когда-то озвучена кем-то или нет проверено или нет я не знаю но я вот так думала самого начала и похоже что сейчас это действительно подтверждается что имеет это такое аэрозольное происхождение что это просто висит в воздухе и будьте осторожны там где плохая вентиляция там где много очень людей особенно если люди без маски то это очень высокий шанс подхватить ковид будьте осторожны сегодня я приготовила для вас 10 привычек которые поменяли мою жизнь до много произошло из ковид многие вещи произошли из ковид но это больше произошло за последние годы и эти привычки действительно серьезно поменяли мою жизнь и конечно к лучшему иначе бы я их не сохранила эти привычки привычки мы знаем формируются у каждого по-разному от 21 дня до 60 дней но они формируются их можно выработать для себя это не такая же большая проблема и так первая привычка который мне очень нравится это минимализм минимализм то что я пришла к этому то что я сейчас и для меня эта философия моя я этому рада потому что каждое решение которое я принимаю или это потратить на что-то свое время или потратить на это свои деньги или что-то просто приобрести такое это каждый раз я рассматриваю с точки зрения минимализма нужно мне это или нет действительно это улучшает качество моей жизни или наоборот поэтому я сейчас очень это просто уже встроено в мою голову все что я делаю я все это просматриваю через призму того а насколько мне нужно это как это поменяет мою жизнь действительно ли улучшит действительно что-то даст мне положительное в жизни если нет я это не делаю если у меня есть что-то уже что решает эту проблему я жду когда это закончится только тогда после этого я приобрету что-то другое что-то следующее так я поступаю так первое это минимализм второе я поменяла полностью режим своего сна и мне это очень нравится я просто рада этому сейчас я иду спать в 10 часов вечера до 10 вечера я делаю все что я максимум могу сделать а в 10 вечера я уже отправляюсь спать и так я делаю уже семь дней в неделю раньше я в субботу или даже в пятницу могла не спать до 12 до часу и даже позже смотреть какой-то сериал смотреть какой-то фильм читать какую-то книгу все сейчас я так не делаю и я на самом деле в 10 вечера сейчас хочу спать я иду спать третья моя привычка которая мне очень нравится это я встаю в пять в шесть утра чаще всего в пять иногда очень редко если я плохо спала ночь я встану даже раньше чем шесть но это обязательно так вот такой вот сон который с десяти вечера и до пяти утра или до шести утра он делает меня гораздо более отдохнувший гораздо более спокойный гораздо более рассудительные и и работоспособной а вот эти привычки мне нравятся больше всего привычка вставать рано просто восторг потому что когда встаешь рано есть время на то чтобы это моя четвертая привычка один час спорта я вела один часть спорта каждый день сейчас это уже не просто иногда там два три раза в неделю когда а каждый день каждый день примерно час спорта и я чувствую себя после этого великолепно во-первых я великолепно высыпаюсь и этот час спорта дает мне тоже тоже меняет мой муд мое состояние так что я прекрасно сплю и чаще всего и вот эта вот энергия это улучшает мой метаболизм это улучшает мое настроение я смотрю как встает солнце я фотографирую как встает солнце очень часто это это время которое у меня есть свободное для меня для самой и когда я вижу что еще только 7 утра а я уже занималась спортом а в 8 утра у меня уже и душ закончили косметика закончена а все еще только 8 утра это просто радость для меня вот так что этот еще одна привычка моя пятая привычка я пропускаю завтрак я перешла на интервальное голодание интермитет фастинг это тоже доставляет мне огромную радость все мои привычки доставляют мне огромную радость иначе бы я их не сделала своими привычками и так это доставляет мне радость потому что я потеряла вес и я очень всегда боролась со своим весом я не могла похудеть очень долгое время сейчас я прекрасно себя чувствую я великолепно сбросила 4 килограмма я не завтракаю эти 16 часов голодания во-первых у меня изменился обал лица у меня изменилась фигура у меня стало тоньше талия и на мне прекрасно сидят мои вещи и я себя так лучше чувствую у меня стал меньше гораздо я стала гораздо меньше есть еды когда я начинаю первую свою еду где-то в 12 часов дня я ем гораздо меньше чем я ела бы раньше потому что у меня нет чувства голода послушайте на моем инстаграм я рассказала как пропадает гормон голода хрелин когда мы устраиваем себе вот такие вот голодания что он действительно его активность серьезно снижается вот так что я себя прекрасно чувствую ну и конечно мы тратим меньше денег на еду потому что мы не завтракаем мы тратим меньше посуды утром уже нет никакой посуды нет никак не нужно никакого времени чтобы все поставить приготовить завтрак убрать завтрак я только пью кофе и все это вот утром сегодня я даже не ела свое миндальное миндальную пасту и не пила миндальное молоко это тоже я сейчас уже отменяю следующая моя шестая привычка я читаю каждый день один час один час с 9 вечера до 10 вечера я читаю и я читаю каждый раз разные интересные книги и это самое главное наверное что изменило мою жизнь я стала более разносторонней я стала более образованной более грамотной и это эти книги которые я читаю в основном читаю научные книги сделали меня другим человеком я по-другому понимаю людей я по-другому понимаю эту жизнь, и я становлюсь для себя гораздо больше человеком, который постоянно хочет знать больше. Я понимаю, что я недостаточно знаю, я понимаю, что у меня еще очень огромный потенциал развития, и это мне тоже доставляет постоянно такое движение вперед. Вот этот час чтения – это мой лучший час, когда я каждый час читаю. Следующая, седьмая моя привычка. Мы стали сами убирать квартиру, это, конечно, началось с ковида, до этого 20 с лишним лет, которые мы жили в Канаде, всегда кто-то убирал квартиру, мы жили в больших домах, да и квартира тоже немаленькая, она 200 метров квадратных, здесь много уборки, вот мы стали сами убирать квартиру, так как было некомфортно, что приходит клининг-леди, уборщица, и она приходит по многим домам, это было опасно, вот поэтому мы стали сами. Мне это очень нравится, так как я сейчас абсолютно знаю, где у меня что, я знаю, где какие проблемы, где что-то испорчено, где что-то не так, и везде порядок идеальный, это не занимает уже так много времени, мы убираем раз в две недели, и это занимает несколько часов, зато я точно знаю, что у меня, где у меня, и я знаю, что у меня идеально везде чисто. Хотя уборщица у нас тоже была всегда очень хорошая. Вот мы стали сами убирать квартиру, это плюс ко всему еще экономия денег, мы платили каждый раз за уборку там 120 долларов, 180 долларов, в связи с того, где мы жили, сейчас эти деньги экономятся, сейчас эти деньги все остаются в нашем бюджете. Кроме того, во время уборки, что мне нравится больше всего, я слушаю какой-то подкаст, какое-то видео, я одеваю наушники, и пока я убираю, я хожу туда-сюда, или просто ношу свой телефон, если мне остаются уши от наушников, я слушаю что-нибудь, и за шесть часов уборки я могу прослушать целую книгу дополнительно, это тоже большая для меня радость. Следующая моя привычка новая, восьмая, самое главное, я благодаря тем книгам, которые прочла, полностью изменила свое мнение к окружающим, к людям, я снизила свои ожидания от окружающих. Сейчас я уже больше не сужу людей, сейчас я уже больше их понимаю, я понимаю, почему люди так поступают. Это не значит, конечно, что мне всегда это нравится, как они поступают, но я научилась сейчас себя управлять собой в отношении с другими людьми. Я больше не буду огорчаться из-за этого, я больше не буду возмущаться из-за этого, я просто скажу, ну это вот эти люди на этом этапе своего развития, на этом этапе своих знаний, и я не могу ничего ожидать другого, это так, как это есть, и ничего другого я не ожидаю. Это, конечно, сохраняет мне мою нервную систему, я больше не переживаю за людей, единственное, что я хочу знать, я хочу знать больше о поступках людей. Ну поэтому вот эта вот книга замечательная Роберта Сопольского «Биология поведения людей, плохое и хорошее, что есть в людях», нам с вами здесь первый помощник. Читайте ее, и вы тоже будете так же, как и я, больше не огорчаться из-за поведения людей, не делать никаких стресс, у вас не будет стресса, что ваш ближайший человек поступил как-то не так, как бы вам хотелось, или ваше окружение, или сотрудники, или кто-то еще. Моя девятая привычка – я отключила кабельное телевидение. Я больше не смотрю телевидение, совсем. Я его включаю только утром, чтобы сделать, тогда, когда я делаю что-то под йогу, или я делаю аэробику, я включаю его утром, вот, или если мы хотим вечером посмотреть какое-то путешествие, то мы включаем через YouTube все это путешествие, все. Я больше не слушаю новости. Я думаю, что самое глупое время, которое я была, это когда я после, во время Сочинской Олимпиады включила русские каналы и слушали мы русские новости, и тогда наше представление о мире было именно вот таким, вот, как говорилось в русских новостях в 60 минут и прочее. Я сожалею об этом, потому что сейчас мне приходится извиняться перед всеми своими канадскими друзьями за то, когда я говорила, что Россия не травила Скрипалехи, этого не может быть, или там еще какие-то другие вещи. Сейчас я понимаю, что моя голова была просто промыта, и я не смотрю ни канадские новости, ни российские, ни американские, никакие. Все, что мне нужно, я иду в интернет, там есть колонка новостей какая-то, и я там посмотрю эти новости, именно то, что меня интересует. Но не больше того. Это вот девятый пункт. И последний, десятый, самый главный, наверное, пункт, который сохраняет наше здоровье, это я больше не употребляю алкоголь. Все, я в течение жизни выпивала по бокалу вина, там иногда через день, или иногда даже каждый ужин, или в разные времена по-разному, но я поняла, что это абсолютная глупость, я поняла, что это отнимает у меня здоровье, я поняла, что я всегда себя хуже после этого чувствую, даже после бокала вина. И я поняла, что это просто большой бизнес, большой бизнес, который преподносится людям, на самом деле людям это только вредит. Ничего хорошего в этом абсолютно нет. Это никакие не антиоксиданты, это совсем никакое не расслабление. Попробуйте выпить один бутылку вина, самого лучшего, и вы утром будете абсолютно больным человеком. Если вы выпьете бутылку воды свежей, целую бутылку, те же 750 грамм или бутылку сока, вы будете себя великолепно чувствовать, ничего не изменится у вас на утро. А после бутылки вина вы будете больным человеком. Поэтому это такой медленно действующий, но постоянный наркотик и яд. Вот это вот мои были 10 привычек, которые я для себя сейчас имею и которые мне очень нравятся. Если вам что-то подойдет, что-то понравится, пишите, пожалуйста. Может быть, у вас какие-то привычки, с которыми вы хотите поделиться с нами, мы это с удовольствием точно так же примкнем к этим привычкам, потому что мы и есть то, что мы делаем. Мы и есть комплекс привычек, которые мы набрали. Хорошие привычки у нас хорошая жизнь, плохая привычка и плохая жизнь. Так мы с вами созданы, так мы состоим. Поэтому нужно как можно меньше иметь плохих привычек и как можно больше хороших. Тогда жизнь будет автоматически течь у нас хорошо. Вот это я хотела вам рассказать сегодня. Если это вам видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на канал, если вы находите его для себя полезным и важным. А я думаю, что мы здесь на канале говорим о гармоничном развитии человека, абсолютно обо всем. Мы говорим о том, как быть красивым, как быть здоровым, как быть умным, как быть успешным, как быть финансово независимым и богатым. Вот об этом весь канал. Поэтому, если это вам подходит, вы примыкайте, пожалуйста, к нам. Всего вам самого хорошего. С вами была Татьяна Конкина. До следующей встречи в эфире. До свидания, мои дорогие. Пока-пока. Приходите на Инстаграм. Там записан для вас прямой эфир. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»